Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о турецкой пряже фирмы Oxford серии ECOCATON. Это 100% хлопок, здесь 100 граммах 200 метров. Пряжа состоит из 15 тоненьких вот таких ниточек, хорошего плотного кручения. На протяжении всего вязания она равномерная. Пряжа красивой окраски, тоже без различных каких-то изъянов в цвете. Вот от начала до конца моточка идет один красивый равномерный окрас. На многих сайтах указано, что это пряжа 100% бамбук. Ничего здесь бамбукового нет, это просто экологически чистый хлопок. Необработанный, не мерсеризированный, то есть он не имеет никакого блеска в отличии от бамбукового волокна. Здесь просто спокойный хлопок для тех, кто любит спокойные вязанные красивые обыкновенные вещи. Это возможно какие-то топы крючком, спицами. Это возможно какие-то шляпки хлопковые, такие вот как плотного вязания, так и столбиками с накидом. То есть возможно какие-то легкие ажурчики. Пряжа подойдет отлично для аксессуаров, таких как кладчики небольшие, либо же рюкзачки. Но опять же таки учтите при вязании, что пряжа не блестящая, то есть не имеет шелковидного такого обработанного, мерсеризированного, скажем так, вида. Вот, она спокойная. Рекомендует производитель здесь номер крючка и спиц номер 4, 4,5. Здесь в принципе соглашусь, я вязала четверочкой крючком, получилось достаточно хорошо. Как и вся пряжа для ручного вязания, требует ручной стирки не выше 30 градусов. В отличие от многих хлопковых ниточек, эту пряжу нельзя гладить. Здесь вот написано, что, скажем так, нельзя гладить перечеркнутый утюжочек. Но я думаю, в принципе, обрабатывать паром, скажем так, не касая самого изделия, можно. При этом изделие не деформируется. Вот, и мне кажется, что так как эта пряжа не обработанная, хорошо подойдет для вязания детских вещей. То есть не будет вызывать аллергии. Это, возможно, какие-то легкие пледики детские в колясочку, либо же это, возможно, какие-то топы, боди. Вот, в принципе, замечательная пряжа для людей, которые любят экологически чистую, скажем так, хлопковую ниточку. И для людей, которые любят простоту. То есть эта ниточка подкупает своей простотой и дает, скажем так, волю экспериментировать вот с ее толщиной. Мне пряжа понравилась в работе, достаточно интересная. И кто что вязал из нее, обязательно делитесь в комментариях. Что кто вязал, скажем, делитесь впечатлениями, приноски, деформировалось ли изделие, либо нет. Вот, и что касаемо обработки, как вы, скажем так, ухаживаете за изделиями. И не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Лайкайте. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, творчества, вдохновения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok